Любимчики в классе, которых преподаватели пытаются вытянуть. В спорте, мне кажется, такого быть не должно. Итальянский дуэт. Он такой экспрессивный. Манила Фламмини и Федерико Томаси. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас итальянский дуэт выступает под музыку, которую очень легко просчитать. В дуэте всегда один человек даже под водой громко считает музыку, чтобы не сбиться даже в том экстренном случае, когда музыка остановится. Как это произошло с российской сборной на Олимпийских играх в Афинах. Девочки продолжали считать, и именно это спасло команду. Вот этот высокий профессионализм. Они считали даже, когда музыка обрывалась, потом включалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но российские тренеры, насколько я знаю, не любят музыку, которая легко просчитывается. Они всегда выбирают очень сложные музыкальные решения для программ. И тут аж без счета не обойтись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Те, кто смотрит трансляцию с самого начала, видели, как разминаются синхронистки в воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но режиссер трансляции не показал нам, как тренеры с такой железной палкой отстукивают ритм. А это самая такая распространенная картинка. В синхронном плавании не только заходишь на тренировку, а и стоит такой ужасный стук, как в кузнице. Стоят тренеры, каждый у своей лесенки, и стучат. Стучат по бортику, стучат по этим железным перилам, помогают девочкам выполнять программу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА